ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергею Шмелеву, который поехал на пятак и увез со собой двух защитников Петховского команды. Посматривает, куда давать Аланов, и пока решал, видимо, Дроск там, кстати, едва не отобрал. Вновь на Дроск, такой неожиданный нейм, но сегодня это работало. Еще один момент! Иван Климович забивает! 2-3! Судя по всему, он смог попасть по шайе прямо в воздухе. Иван Климович, и его шестой гол в этом сезоне все забил. Пригрев в равных составах. И овертаймил торпеда там моменты. Ого! Попадает Степанов! Ну надо же, а в ближнюю И-9 засаживает. Тащил-тащил Кульбаков, а вот тут пролетело над плечом. Ну и тут, ну вот какие претензии в обороне? Достаточно народа и загнали к борту Степанова, но он стреляет идеально. Ну совсем другая картина, как говорится, друзья. И вот тут же Магнитка пошла сокращать разрыв счет. И это делает Михайлис! А это матч! Ну вот здесь, конечно, сейчас будет, наверное, в шоке Мартемьянов. Никита Михайлис забил вчера, забил сегодня. И для нападающего Магнитки это уже 17-я шайба в сезоне. Хлыстов! Так, выехал Хлыстов! Бол! Ничего себе! Вот это победа! Хлыстов что сделал? Мы тут рассуждаем. Дергачев, Белозер. Ну понятно, лидеры нефтехимика, которые делают разницу. Но проход Хлыстова. Бобби Ор, мы вас узнали. Кейл Маккартус въелился в Хлыстов. Ну, красиво. А верхом полетела шайба, поэтому и отсос пропустился. Теплаков, здорово! Принц на пальчик! Гол! Московский Спартак! Демонстрирует нам всем, что терпение и труд. Все перед трудом. Ведь действительно пришлось терпеть под давлением нижегородцев. Но! После рекламной паузы решил поговорить по душам со своими парнями Жамлот. И это сработало. Спартак стал другим. Спартак забил третью. Дальше закрыто. Синяя, так знаете, изящно лезвием конька старался наставить шайбу в зоне. Голубев, здесь момент! Момент и гол! И забрасывает Хуни Луни вторую шайбу. Это делает Джей Челлиос, оказавшийся вблизи чужих ворот. И как же здесь на тоненького красиво! Седьмой номер Хуни Луни оформляет это взятие в ворот. Алексеев, снова Иванов, длинная передача и не сумел Гусев шайбу остановить. Гол! Падение! И Никулин отправляет шайбу в девятку и 3-3. Локомотив отыгрывает. Что-то невероятное сумело сделать по ходу этой встречи команды Игоря Никитина. Ну и тут, конечно, не повезло. Динамовцев Гусев вроде бы перехватил этот пас, да, но перескочила шайба через крюк. Пришла к Никулину и как же здорово Степан разобрался. Нельзя дать хорошему игроку плохую передачу. Понимает, что ничего еще не ясно в этом матче глобально. Авангард команды очень быстроведая и вполне способна добавить. И вот такой гол забивает Авангард. Очень быстро магнитка отыгралась во втором периоде. Так же быстро это делает команда Михаила Кравца. И Гумнов даже не бросил, откнул шайбу в сторону ворот и в верхний угол она залетела. Но здесь нужно отмечать даже не конечную фазу атаки, а как и Гумнов прошел среднюю зону. Посмотрите, как здорово он обыграл соперника. А Орехов, как я понимаю, понадеялся на Набокова. Шайба за воротами. Так что, опа! Опачки! Да пошли эти лакроссы один за одним! Что творит Алалыкин? Красотища! Просто красотища! Ну и сориентировался, это здорово. Надо создать момент такой ситуации непросто, но сумел. Причем все это достаточно быстро. Аккуратненько положил шайбу себе на крюк и занес ее в ближний и верхний угол ворот. Я люблю это!